Поводки я использую стандартные, флюрокарбоновые, сечением 0,12, 12 мм, разрывное усилие 1,95 кг, этого вполне достаточно для ловли, которая предполагается на поплапопер. И, как рекомендуется для ловли на поплапопер, использовать крючки номер 3-4 по советской нумерации. Сейчас я вынимаю отсюда поводок. Вот как раз порядка 20 сантиметров. Это именно та длина поводка, которая и нужна для использования с поплапопером. Порядка 20 сантиметров. Ну и поскольку все равно этой листки на экране не видно, я подготовлю поводок, одену его на поплапопер, вернее закреплю, и после этого покажу дальнейшие пути или варианты оснащения. Вот я приготовил два поводка, то есть первый, как я и говорил, из флюрокарбона, вот такой поводок из флюрокарбона 0,12, с крючком номер 3. И второй, это вот этот поводок, длиной порядка 18 сантиметров. Это один. И второй поводок, крючок номер 6 с длинным цевьем и длина поводка порядка 20-22 сантиметров. Какая наживка будет использоваться? Я планирую для маленького крючка третьего номера использовать вот эту вот клешню от силиконового рака. Она как раз подойдет по размеру. Это раз. И для большего крючка, для вот этого поводка, буду использовать тело вот этого твистера без хвоста. То есть обрежу хвост и буду использовать тело. То есть вот таких два поводка, две оснастки я подготовлю для поплопопера, для проведения его полевых испытаний. Вот, ну, собственно, можно даже попробовать, скажем, сейчас сделать для того, чтобы было понятно, как оснащается поплопопер. То есть я беру твистер и обрезаю ему хвост. Вот остался хвост твистера. Вот его тело. И теперь тело твистера насаживаем на крючок. Крючок хороший для силиконовой насадки, поскольку он имеет на теле загустинцы. То есть, по идее, насадка не должна сползать. И теперь насаживаю. Насаживать нужно вот таким образом, чтобы до петли крючка дошла наживка. И здесь кончик свисал очень небольшой, потому что мелочь может хватать просто за кончик, и будут холостые поклевки. Поэтому таким вот образом и оснащается поплопопер. То есть здесь закрепляется поводок, и так вот работает. По технике ловли и использовании поплопопера я потом дополнительно покажу уже после полевых испытаний. На этом сегодня все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok